Так вас Милсдарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милсдарь, я её сейчас приведу. Ты меня спрашиваешь? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой всё в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня всё замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывала в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. Твой отец дурной человек. Я не удивлен, что ты зла и расстроена. Так зачем ты ему помогаешь? Зачем взялся за эту работу? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне всё рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Эдакий шантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашёл меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как её видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Моё первое детское воспоминание – пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла ещё дюжины лет. Отец пил беспробудно, пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил её аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Войцик говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило её в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с её руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Я бы не хотела об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребёнка. Из-за него. Он толкнул её, а она упала. Тогда всё и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, всё хорошо, что она не хотела этого ребёнка. У неё, наверное, жар был, а кровь из неё лилась ручьём. Она не хотела ребёнка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребёнка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Что за новые друзья, если это, конечно, не тайна? Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась Вечным Огнём? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твоё сердце, пламя до конца жизни ведёт себя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнём. Обжечься можно. Я и не думал, что барон дойдёт до того, чтобы нанять убийцу чудовища. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радавида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если Кравовый Барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задания не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня. Благодарны тебе. Куда вы едете? Ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор. И не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Крутое выездом. Вот сука. Замечательно. Скоро перестат. Скоро перестанет. Может, и правду говорят, что ведь не поток задумывается. Ух! А-а-а! Не шволь! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Улиток наловим. Четы вырастут в озицу. Девушки отдыхают. Субтитры делал DimaTorzok И удары молота Когда мне исполнилось 17 Отец сказал, что ему больше нечем у меня учить И отправил в мир Оттачивать ремесло Через несколько лет я стала мастером А потом началась война И я осела здесь Бой Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи Очень хорошие доспехи Ну что ж Я делаю доспехи уже 20 лет И надо сказать Кое-чего в этом деле достиг Ну да Не обращай на нее внимания Последнее время Она всюду сует свой нос Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный Чтобы не сковывал движение И чтобы надевать его без посторонней помощи Ха-ха Что еще? Может он еще и чистить сам себя должен И гузно тебе подтирать Звучит неплохо А ты сможешь такое сделать? Нет Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет Я с удовольствием с ним познакомлюсь Послушай С доспехами вот какое дело Если он прочный То не может быть легким Может Если есть правильные инструменты Такие как у клана Тордорох на Ундвике Иоанна, ты обещала не вмешиваться Когда я разговариваю с клиентами Не морочь людям голову этими своими Скелликскими сказочками Это не сказка Мой дед плавал на Ундвик за панцирями Потому что люди из клана Тордорох Делали самые лучшие Как было до недавних пор Но с год назад остров разорил великан Люди бежали или погибли Но кузни-то, думаю, до сих пор там Проверить стоит Если я найду эти инструменты Вы сделаете для меня панцирь? Да Тогда да Но только тогда Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере На северной стороне острова Если я окажусь на Скеллиге Попробую найти эти инструменты Будьте здоровы А у тебя седой тоже вид Будто вчера всю ночь на жира Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок И что она? Выбросила куклу Не этого ты, наверное, и хотел Выбросила? Боги Я надеялся, она все-таки А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного Но надеюсь скоро узнать Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее Прощай Пам-пам Пам-паррам Пам-пам